Приветствую, друзья! Насчёт вебинара, предстоящего с Романом Газенко, мне сейчас Роман прислал текст «Почему слово сотворило человека?» Как знание подлинного значения помогает расставить самоконтроль. Почему именно слово? Это главный ключ метода ключа. Мы продолжаем раскапывать корни русских слов, проникать в удивительную смысловую вселенную русского лингвистического сознания. Прислал мне Роман. Я ему написал. Уже поставлено в интернете объявление, так как не было возможности ждать, потому что нужно было ещё два дня, чтобы повесело. Это я вам почему рассказываю? О том, как происходит координация между участниками вебинаров и наших бесплатных ликбезов, как происходит координация по каналам связи, потому что это очень такая сложная организационная деятельность. Потому что люди в разных местах, а надо всех их соединить, чтобы объявленные, чтобы вышло в срок, и чтобы вы поучаствовали, получали необыкновенную практическую пользу для себя, чтобы научились лучше управлять стрессом и использовать, можно так сказать, сознание своё для того, чтобы действительно естественную функцию управляющей главной системой и для поведения человека, и для его состояния, и для общения с людьми, и для общения вообще со своими бессознательными механизмами, и для внутреннего диалога, и для внешнего диалога, и для того, чтобы выступать, и для того, чтобы создавать для всего этого. Это сложная процедура, если можно так выразиться. Тут Фёдор прислал, значит, коррекцию, говорит, знаете, для некоторых новичков может быть непонятно название, там кодирование сознания, и слов, которые в подсознании. Ну, в общем, давайте, говорит, проще напишем. И наш Фёдор, который в своё время это уже освоил давно, метод ключа, и даже постоянный наш участник школы, человек будущего, хомофутурс. И помните национальную идею России, генератор будущего, который я создавал, он был главным редактором этой книжки. Ну, кто не видел, посмотрите, там вредеры, наконец. Кто не видел. Это я для начала новичков говорю. Итак, что предложил Фёдор? Я сейчас открою, и вот я другой канал открою, и мы посмотрим, что предложил Фёдор. И чтобы, когда я открывал другой канал, тут не выключился канал, Фёдор предложил название такое «Антистрессовое управление сознанием, приёмы для внутренней свободы и безопасности». Да, ну, шикарно, конечно. Просто все участники школы человек будущего, хомофутурс, не нуждаются как раз-таки в таких объяснениях, потому что они давно понимают, о чём идёт речь, но речь идёт, в данном случае, и о новичках. Поэтому им требуется вот так, чтобы я рассказал, о чём же наш вебинар. А это о том, почему нам нужно, чтобы мы с Романом Газенко этот вебинар вместе проводили. Потому что он же специалист по психолингвистике, и он как раз-таки может помочь нам раскрыть корни слов наиболее значимых для нас, которые там мне в комментах писали, и мне, и ему писали, какие слова для вас интересны, значимы. Потому что есть такие общеупотребимые слова, например, «благосостояние», «благо», «добро» и «зло». Оказывается, они имеют не совсем те значения, к которым люди привыкли, понимаете? И поэтому происходит расхождение во взаимопониманиях. А когда человек лучше понимает происхождение того или иного слова, сознание, естественно, обогащается. Поэтому раньше говорили, читать книги полезно. Конечно, потому что чем больше человек читает, естественно, у него шире арсенал слов. Ну и хорошо, когда эти слова для него понятные. Потому что есть такая парадоксальная ситуация, такая метаморфоза. Знаете, знакомые слова, знакомые слова нам автоматически кажутся понятными. А на самом деле, если мы туда посмотрим, что оно обозначает, а оказывается, это вовсе нам непонятно. Надо вообще-то привычное нам, кажется, подать. Это очень интересно, правда? Поэтому некоторые люди, когда слышат какие-то слова, им кажется сразу, что это понятно. Они просто знакомые, то есть адаптировались к этим словам. Бывает. А вот я вам сейчас хочу сказать интересную вещь. Глубина проникновения за аксиома, который лежит у нас изначально в наших каких-то рассуждениях, в размышлениях, которая не подвергается никакому сомнению, изначально лежит, как точка зрения, аксиома. Вот глубина проникновения мыслящих людей, а что лежит за аксиомой? То есть это же надо додуматься, вдруг задуматься. Например, например, вот говорят, что человек отличается от животного тем, что у человека есть выбор. А вот задуматься, а что за выбор у человека есть? Ну, знакомое слово, нам кажется, что выбор есть. А какой выбор-то в чём? Вот, например, я, конечно, не авторитет в этих вещах, но я вам скажу, что я вдруг задумался, какой же всё-таки у человека выбор. И думал, 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 и додумался до того, что у него вечный выбор между духовными и материальными ценностями. Да, вот вспомните, на гору Синай он поднялся, и ему скрижали. А он пришёл, а за это время все, кто его ждали, они не дождались и сделали золотое тельцо и ему молились. Золотому тельцу. Ну, он их палкой побил. Помните, да, эту историю? Так вот, выбор, выбор, что человек в вечном выборе, ну, это моё мнение, моё мнение, вы можете меня даже не слушать. Моё мнение такое. У меня такое впечатление, что человеку вообще-то вечный выбор быть человеком или не быть человеком. Вот как выживать? Как 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 соединить, как сбалансировать между духовными ценностями и материальными ценностями? Какой баланс себе найти? Как создать такой вот неконфликтный такой вот момент общения с собой, с людьми, чтобы и духовные ценности не пожертвовать ими, и материальные ценности нужны, потому что, ну, как вы будете жить, если хлеба нет? Поэтому, с одной стороны, говорится, не хлебом единым жив человек, то есть, душой, да? А с другой стороны, говорится, что, а как же без хлеба-то? Поэтому и деньги существуют. Ну, это очень интересно, правда, выбор человека, но, чтобы человек был человеком. И вот сейчас мне же постоянно звонят всякие люди, и у меня такой случай произошел. Там пожар в доме в соседнем, в этот же момент я оказываю экстренную помощь там, в интернете. И в этот момент мне мужик один звонит и говорит, ну, можно же, наконец, с вами поговорить, вы уже четвертый день мне откладываете. Я говорю, слушайте, если я сказал вам, что я занят, значит, я занят. Поэтому звоните, напишите там, опять будут писать. Слушайте, ну, это же тоже интересно. Что значит человечность? Вот я хочу быть человеком каждый раз, а в этот момент носил на меня вот прямо вот сейчас, вот, когда там пожар, и когда вот я помощь оказываю, и когда вот это вот. что это такое? Мне как оставаться человеком в этом случае? Человечность, значит, это еще и культура, правда же? То есть человек должен понимать, если я ему говорю, я сейчас занят, значит, должен понимать, куда он звонит, правильно? Значит, человечность, культура, это значит образованность или воспитанность? Это что вообще? А у него стресс. Ему не до пожаров моих, ему не до моей занятости, у него стресс. Вот как быть в этой ситуации? Да? Так что вот, очень важно координация со всеми, быть всем вместе, понимать, о чем речь идет, что такое наука человечности, что такое школа человека будущего, и что такое помощь, и цена этой помощи. Если я провожу 90% времени, помогаю людям бесплатно, это же не значит, что надо на голову сесть и сказать, сколько же можно вам писать. Но это как вообще сказать? Это культура, человечность, невоспитанность, необразованность или что? А я думаю, что стресс. Это стресс. Вот, друзья, для того, чтобы вы лучше управляли своим состоянием в условиях стресса, в условиях кризисов, в условиях всяких этих неопределенностей, поэтому мы проводим 11 числа вебинар с Романом до встречи, друзья. Продолжение следует...